Итак, уважаемые студенты, продолжаем курс лекций по дисциплине дисперсной пищевой системы и тема сегодняшней лекции «Методы получения коллоидных растворов». Лекцию подготовил старший преподаватель кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, кандидат сельскохозяйственных наук Калужских Александр Геннадьевич. Итак, вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, это общая характеристика коллоидных растворов и методы получения коллоидных растворов. Общая характеристика коллоидных растворов. Характерным признаком, отличающим коллоидные растворы от истинных, служит их гетерогенность. Действительно, размеры коллоидных частиц по сравнению с размерами молекулы растворителя настолько велики, что между ними образуется поверхность раздела. Поверхность у раздела называется пограничный слой, отделяющий одну фазу от другой. Фазой называют совокупность частиц единой природы, образующих пространственную структуру, обладающую определенным объемом и общей поверхностью, за пределами которых свойства частицы поведения системы меняются кардинальным образом. Собственно, коллоидные системы представляют собой микрогетерогенные системы, состоящие из дисперсионной среды и дисперсной фазы. Такие системы образуются при следующих условиях. А. Это размеры дисперсируемого вещества должны быть доведены до размеров коллоидных частиц. Б. Необходимы стабилизаторы, которые на поверхности раздела фаз образуют ионный слой и гидратную оболочку, обеспечивающую сохранение коллоидных частиц во взвешенном состоянии. И В. Дисперсная фаза должна обладать плохой растворимостью, по крайней мере при получении гидрофобных золей. Таким образом, частицы приобретают электрический заряд и гидратную оболочку, что препятствует выпадению их в осадок. Учитывая, что коллоидные растворы занимают по размерам своих частиц промежуточное положение между грубодисперсными и молекулярно-дисперсными системами, для их получения могут быть использованы две группы методов. Раздробление – это дисперсирование более крупных частиц до желаемой степени дисперсности, отвечающей величине коллоидных частиц. И конденсация – это укропнение объединения в агрегаты молекул или ионов до частиц, приближающихся по размерам к частицам коллоидных систем. Первый метод получил название дисперсионного, а второй – конденсационного. Методы получения коллоидных растворов. Дисперсионные методы. Механические методы. Для дробления веществ в лабораторных условиях и на производстве применяют машины, работающие по принципу ударного измельчения и растирания, подлежащих дисперсированию материалов. К таким машинам относятся шаровые или коллоидные мельницы. Шаровая мельница представляет собой полый цилиндр, в который помещают изготовленные из стали или другого прочного материала шарики. В цилиндр загружают вещество, которое затем измельчается ударами и растиранием шариками в результате быстрого вращения цилиндра. Степень дисперсности при такой обработке все же остается сравнительно низкой. Диаметр частиц составляет 5-6 умноженное на 10-5 степени метра или 50-60 микрон. Более высокая дисперсность получается при дроблении веществ в коллоидной мельнице, сконструированной ученым Плаусоном, которая представляет собой герметически закрытый цилиндр с выступами. Внутри цилиндра находится эксцентрически расположенный вал, дающий до 20 000 оборотов в минуту. При помощи таких мельниц могут быть получены тонкодисперсные фармацевтические препараты, какао, краски и другие вещества. Ультразвуковой метод. Для дисперсирования веществ в последнее время все чаще используется ультразвуковой метод. Механизм действия ультразвуков сложенный, пока мало изучен. Предполагают, что дисперсирование взвешенных частиц происходит под действием звукоосменяющих сжатий и расширений системы, что сопровождается появлением разрывающих сил, ведущих к измельчению вещества. При помощи ультразвукового метода можно дисперсировать самые разнообразные вещества, такие как графит, цемент, песок, серу, металлы, крахмал, каучук, желатин. Метод пептизации. Пептизация – это процесс перехода вещества из геля в золь под влиянием пептизаторов, то есть диспергирующих сред. Золь – это неструктурированные коллоидные системы с жидкодисперсионной средой. Гель – это структурированные коллоидные системы с жидкодисперсионной средой. Пептизации в основном подвергаются рыхлые и свежеобразованные осадки гидроокиси металлов, например, гидроксид алюминия, гидроксид железа, гидроксид цинка. Пептизация может происходить вследствие удаления из раствора коагулирующих ионов, вызывающих укропнение частиц и возникновение сальватной оболочки. Во всех случаях частицы разобщаются между собой и вследствие теплового движения распределяются по всему объему дисперсионной среды. Пептизаторами служат главным образом электролиты, которые способствуют дезагрегации осадков. Примером пептизации может быть получение золя, гидроокиси, железа. При действии на него небольшим количеством раствора хлорида, железа, взятого в качестве пептизатора, или получение золя берлинской лазури, пептизации его из осадка растворов щавелевой кислоты. К факторам, препятствующим пептизации, следует отнести явление рекристаллизации и старения, а также пептизацию осадков, полученных при коагуляции золя поливалентными ионами, которые прочно отсорбируются на поверхности частиц. Метод растворения или метод самопроизвольного дисперсирования. Этот метод может быть использован для получения растворов высокомолекулярных веществ из твердых полимеров, дисперсированием их в соответствующих растворителях, как, например, при растворении в воде крахмала, гумиарабика, желатина, сухого белка, агар-агара и других веществ. Метод самопроизвольного дисперсирования твердого вещества в жидкой среде приводит к образованию устойчивой двухфазовой коллоидной системы. Самодисперсирование совершается без внешних механических воздействий на этот процесс. Так, некоторые масла могут самопроизвольно эмульгироваться в воде при наличии в среде стабилизатора. Конденсационные методы. В основе большинства конденсационных методов получения коллоидных растворов лежат разнообразные химические реакции. Реакция окисления, восстановление, реакция ионного разложения, гидролиза и другие. Метод окисления. В результате реакции окисления могут быть получены коллоидные растворы. Например, из уравнения реакции, которые вы видите перед собой. Образующиеся атомы нейтральной среды затем самопроизвольно конденсируются в коллоидные частицы серы. Метод восстановления. На реакции восстановления основан один из наиболее распространенных химических методов получения коллоидных растворов металлов. Восстановление – это реакция присоединения электронов ионами, которые, превращаясь затем в атомы, конденсируются в коллоидные частицы. В качестве восстановителя обычно используются вещества, обладающие слабыми восстанавливающими свойствами, как, например, газообразный водород, формалин, танин и другие вещества. Примером могут служить те реакции, которые вы видите перед собой. Метод обменного разложения. Этот метод основан на взаимодействии двух веществ. В результате реакции обменного разложения образуются новые труднорастворимые вещества, способные сохраняться в высокодисперсном состоянии при наличии ряда соответствующих благоприятных условий. Примером может служить получение золи сернистого мышьяка или золи сульфатобария. Метод гидролиза. Гидролизом широко пользуются при получении золей из солей, если в результате реакции гидролиза образуются труднорастворимые вещества. Так, нерастворимая гидролокизь железа получается при гидролизе хлорного железа по уравнению, которое перед вами. Частично образующиеся в реакции хлорокизь железа диссоциируют на ионы по уравнениям, которые также перед вами, которые обеспечивают ионогенный слой вокруг частиц железа и гидроксид ионов и удерживают их во взвешенном состоянии. Метод замены растворителя. Метод основан на выделении растворенного вещества из раствора в виде высокодисперсной нерастворимой фазы путем замены растворителя. Молекулы растворенного вещества, находящегося в состоянии молекулярной дисперсности в одном растворителе, попадая в условия плохой растворимости при замене растворителя, начинают конденсироваться в более крупные коллоидные частицы. Данным методом можно приготовить золи серы, канифоли, мастики и тому подобное при вливании спиртовых растворов этих веществ в воду. Электрический метод. Этот метод основан на получении электрической дуги между электродами, состоящими из дисперсируемого металла, серебра или золота. Под воздействием высокой температуры происходит испарение материала электродов в дисперсионной водной среде. Затем пары металла конденсируются в коллоидные частицы, образуя соответствующий золь. Процесс проводят при охлаждении. Методы очистки коллоидных растворов. Для получения коллоидных растворов с наибольшей устойчивостью и для изучения их свойств необходимо удаление из золи всевозможных примесей и в первую очередь избытка электролитов, которые, как правило, образуются при получении коллоидных растворов. Диализ. Для очистки растворов широко применяется метод диализа. Освобождение коллоидных растворов от примесей, способных проникать через растительные, животные и искусственные мембраны. Называется диализом. А приборы, применяемые для диализа, называются диализаторами. Первые модели диализаторов представляли собой сосуды, заполняемые проточной водой, в которые помещались на глубину нескольких сантиметров широкая усеченная воронка, на более узкую часть которой натягивалась мембрана из пергамента, колодия или целлофана. Во внутреннюю часть наливали коллоидный раствор, подвергающийся очистке. При помощи диализа постепенно происходит удаление веществ, легко проникающих через мембрану, например, электролитов и других кристаллоидов. Очистка коллоидных растворов этим способом протекает медленно, на это уходят недели и даже месяцы. И поэтому для ускорения диализа было предложено использовать электрический ток. Электродиализ. Ускоренный процесс диализа при использовании постоянного электрического тока получил название электродиализа. Прибор для электродиализа представляет собой сосуд, разделенный двумя мембранами на три части. В среднюю часть наливается очищаемый коллоидный раствор, а во внешние, в которых находятся электроды, наливается растворитель – проточная вода. При пропускании тока образуется направленное движение анионов и катионов к соответствующим электродам. При этом коллоидный раствор постепенно очищается от электролитов, а также могут удаляться низкомолекулярные неэлектролиты. Компенсационный диализ или виводиализ. Для исследования биологических жидкостей Михаэлисом Ироном был предложен метод, позволяющий определить концентрацию тех или иных низкомолекулярных веществ, находящихся в свободном состоянии в коллоидных растворах. Сущность компенсационного диализа заключается в том, что жидкость в диализаторе омывается не чистым растворителем, а растворами с различными концентрациями определяемого вещества. Ультрафильтрация. Одним из важных методов очистки коллоидных растворов является ультрафильтрация, которая сводится к отделению дисперсной фазы от дисперсной среды. Для этого производится фильтрование коллоидного раствора через мембраны, не пропускающие коллоидные частицы или макромолекулы. При ультрафильтрации дисперсная фаза остается на фильтре. Следует упомянуть, что через поры обычной фильтровальной бумаги коллоидные частицы легко проходят, а поэтому при ультрафильтрации пользуются специальными фильтрами. Применяя проницаемые мембраны для ультрафильтрации с определенной степенью пористости, можно в известной мере разделить коллоидные частицы и приближенно определить их размеры. Необходимая пористость мембраны обеспечивается подбором соответствующего растворителя и условий сушки полученной пленки. Ультрафильтрация, как правило, протекает очень медленно, и поэтому ее чаще проводят под давлением, для чего из расположенного под фильтром сосуда откачивают воздух или в сосуд, расположенный над фильтром, нагнетают его. На этом лекция подошла к концу. Лекцию подготовил и прочитал старший преподаватель кафедры товароведения технологии и экспертизы товаров Калужских Александр Геннадьевич. Продолжение следует...